МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице республики проходит всероссийский пленэр художников. Спорт для сильных. В Ночи в Боксарске стартовал финальный этап летней спартакиады молодежи. Итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Самая обсуждаемая тема. О том, каких показателей достигла республика по основным направлениям, говорили сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Чуваши. В его работе приняли участие руководители предприятий, организаций, бюджетных учреждений, представители малого и среднего предпринимательства. Итоги полугодия сплошь цифры, за которыми стоят скрупулезные подсчеты и тщательный анализ. Как выглядит республика на фоне собственных предыдущих достижений? Присущи ли ей общероссийские тенденции, что влияет на экономику? Глава Чуваши выделил несколько позиций. Номинальная начисленная зарплата увеличилась на 10,7%, с вычетом инфляции 9,3%. И расчетно, прогнозно, если смотрим, год примерно таким же уровнем в росте зарплаты у нас предусматривается. На это, конечно, я хочу подчеркнуть, влияет увеличение зарплаты работников бюджетной сферы по тем индикаторам, которые обозначил президент Российской Федерации еще в указах от 7 мая 2012 года. Объемы промышленного и сельхозяйственного производства, воды, жилья, обороты розничной торговли в динамике у нас с ростом, но есть отдельные отрасли, где на самом деле есть снижение, над чем мы работаем. Среди тех, кто в этом полугодии снизил объемы, текстильное производство, ремонт машин и оборудование, производство химических веществ, некоторые предприятия электротехнического кластера, но не все. В целом по направлению рост составил 8%. Самые же заметные успехи у производителей электронных и оптических изделий. Почти 48% прироста. Объем отгруженной продукции организации промышленного комплекса в первом полугодии составил 103,5 млрд рублей или с ростом 105,8%. В обрабатывающей промышленности порядка 88 млрд подгружено, с ростом по 17,6% в 106,4%. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики республики в первом полугодии создано более 850 рабочих мест. В целом за 2018 год планируется создать около 2000 новых рабочих мест. Многие предприятия расширяют ассортимент. Ведется освоение новых видов продукции для сельскохозяйственного машинного строения, для автомобилей строения, комплектующих для горно-шахтного оборудования и забильного. В скором времени у нас идет к завершению производства электрических деталей для инновационной телеги, совместного производства контракта вагонов «Станше», значит, для разработки по 25-тонные вагоны. Несмотря на напряженную ситуацию на мировых рынках, вызванную продолжением действия экономических санкций против нашей страны, внешний торговый оборот Чувашской республики в январе-июне – почти 119% к соответствующему периоду прошлого года. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджетах всех уровней – 6 миллиардов рублей. В 2018 году оценочность составит 14,6 миллиарда. Всеми формами государственной поддержки за данный период воспользовались 6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 2018 составил 105%. Господдержка на сегодняшний день 2 миллиарда 740 миллионов рублей. Из них более миллиарда рублей до сельхозтоваропроизводителей сегодня доведены. Работа идет в плановом режиме, задержек никаких нет. Также активно пользуются новой формой поддержки сельхозтоваропроизводителей, торговым кредитованием. В банки заявки отправляют. Пятый – транш по инвестам, десятый – по коротким кредитам. В ближайшее время ждем, что еще раз откроют реестр. И те, кто не получил, могут также дальше воспользоваться. Строительная отрасль также отметилась ростом производства. Объем жилья составил 136% по сравнению с прошлым годом. Среди регионов Приложского федерального округа Чувашия заняла третье место, уступив Мордовии и Пермскому краю. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Бюджет Республики в первом полугодии исполнен по доходам в объеме около 20 миллиардов рублей, по расходам – 18,5 миллиардов. Причем 80% из них направлены на развитие социально-культурной сферы. Для меня, в первую очередь, было очень приятно, что в системе образования задачи поставлены, во-первых, реализуются. Есть вопросы, которые еще не решены, и есть возможности их решить. Особенно связано с подготовкой к новому учебному году, особенно связано с строительством новых школ и детских садов. Вот это, наверное, самое главное для нас, жителей Чувашской Республики. Очень порадовало то, что поддержаны гранты Чувашской Республики в области образования, такие как школьная медицина и наука в школе. Я думаю, что именно эти проекты, их реализация позволит в образовательном пространстве сделать не то что рывок, но какое-то развитие такое. Ну и вот, заслушав выступления руководителей успешных предприятий, меня тоже очень порадовало, что многие предприятия уделяют большое внимание взаимодействию с высшей школой. Как все знают, наверное, у нас строится поликлиника, многопрофильная поликлиника. Начало строительства июля 2017 года. Многопрофильная поликлиника по адресу Ленина, 12, на 500 посещений в смену для улучшения доступности и качества медицинской помощи. Срок ввода в эксплуатацию этой поликлиники – первый квартал 2020 года. Если на сегодняшний день наше учреждение обслуживает взрослое население более 83 тысяч, то с вводом в эксплуатацию этой новой поликлиники по Ленина, 12, у нас увеличится еще на 35 тысяч прикрепленного населения. Соответственно, и улучшится и доступность, и качество оказания медицинской помощи. Публичное обсуждение итогов социально-экономического развития – не самоцель, а самый простой способ узнать, какие проблемы и вопросы волнуют жителей, насколько эффективно их решают власти на местах, напомнил коллегам глава Чуваши. Накануне итоги работы обсудили и в столице республики. За полгода нами проведено 5 заседаний Чебоксарского городского собрания депутатов, на которых было принято 36 решений. Впрочем, результаты работы измеряются не числом заседаний. В случае Чебоксар их можно измерить, к примеру, количеством обновленных дворов или километрами отремонтированных дорог. Это то, что каждый день видят горожане. Большие улучшения в движении, полотно очень стало ровное, как бы асфальт в целом замечательно. Я как автолюбитель очень радуюсь, что наш город и дороги в нашем городе становятся лучше и лучше. В этом году отремонтируют еще 35 улиц или 37 километров. В текущем году выделено 823 миллиона рублей. На 1 августа завершен ремонт на 20 лет. На каждый участок была выбрана оптимальная технология ремонта. Привлекли надежных подрядчиков, уже имеющих опыт работы в Чебоксаре. Ставится задача, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий на этих дорогах в два раза по сравнению с 2017 годом. Если ездить по городу становится комфортно, то ходить не всегда. В ремонте нуждаются 186 тротуаров. Город обратился к кабинету министров с предложением предусмотреть. В дорожном фонде на это отдельное направление. Мы говорим о том, что нужно нам на сегодняшний день 600 миллионов рублей. Город сам, к сожалению, не может выделить таких средств. Мы в 2018 году, вот в этом году, потратили 20 миллионов. Но это капля в море. Поэтому сегодня Алексею Олеговичем данная проблема была озвучена. Похожая ситуация с дворами. После того, как в городе обновили первые 25, жители оценили программу даже на условиях софинансирования. Так что теперь в перечне еще 241 объект, на который требуется более 200 миллионов рублей. При том, что городской бюджет тянет только 40 миллионов. В 2019 году столица отметит 550-летие. С учетом этого в Чебоксары и так направлено значительно больше средств, чем в другие муниципалитеты, ответил глава Чувашии на просьбу. На сегодняшний день мы не можем все средства направить в город. Уважаемые коллеги, у нас другие муниципальные образования тоже работают. Мы уже на нашем процветном отношении в одинаковых условиях. Чтобы решить, как и дворы, обновить и республиканскую казну, не обанкротить, у городских властей есть время. В этом году акцент сделали на благоустройство общественных пространств. Если вы помните, то мы провели, можно сказать, полностью голосование, всеобщее городское, по выбору общественных территорий. Где выбрали 4 общественных территории. В Кадетском парке мы в этом году сейчас полностью, вот работы идут, полным ходом, наверное, видели. 20 августа должны все работы быть завершены. Чебоксары участвуют в пяти федеральных проектах. Кроме масштабного ремонта дорог и благоустройства общественных и дворовых пространств, это строительство детских садов. К 2019 году должны открыть еще 10 и школ. Ликвидация свалок, внутренний туризм. На них в общей сложности город получил 3 миллиарда рублей. Впрочем, подведение итогов полугодия нужно не для того, чтобы похвастаться цифрами, а проанализировать ситуацию и сформулировать задачи, отметил глава региона. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. На этой неделе столица Чувашии превратилась в одну большую мастерскую. На улицах можно было встретить художников, рисующих наш город. В Чебоксарах проходит всероссийский пленэр художников. Какие места больше всего привлекают живописцев, расскажет Юлия Важенина. Чебоксары, жемчужина на Волге, так называется пленэр. На работах всех участников живописные места столицы Чувашии. Здесь и старинные дома, и соборы, ну и, конечно, набережные Волги. Даже дождь не пугает и не мешает художникам. Как вы видите, я устроился так, что я вполне могу даже под дождем работать, но дождь придает особый колорит, особое состояние природы, которое порой многие не замечают, спасаясь от дождя, но мы, художники, хотим запечатлеть красоту даже во время дождя. 19 мастеров живописи изображают красоты нашего края к предстоящему 550-летию столицы. Венеция Среднего Поволжья именно так окрестили чебоксары участники пленэра. Кстати, сами художники приехали в город со всей страны. Здесь и представители Казани, Оренбурга, Самары, Зеленодольска. К примеру, Вера Филиппова живет в Череповце, а в Чебоксары приехала впервые. Образ города Чебоксар – это огромный простор, какой-то, я не знаю, где связь между небесами и земным. Очень сложно сказать, вот какая многоярусность ландшафтная от природы, и какая многоярусность в архитектонике. Я ничего вот такого близкого, честное слово, не видела. В программе мероприятия запланированы и мастер-классы для будущих художников Чувашей. Кстати, пообщаться с живописцами можно не только на них. Художники с удовольствием отвечают на вопросы прямо во время написания картин. Мне нравится, как они рисуют, потому что они там все блики делают, тени. По камере, лучше, чем я точно. В течение недели живописцы будут творить в разных уголках столицы Чувашей. Например, завтра они отправятся в Заволжье, а посмотреть на результаты их творения все желающие смогут на специальной выставке. Она откроется в эту субботу в 11 утра на Московской набережной. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Утки, чебурашка или мать-покровительница чебоксарцам предлагают выбрать символику 550-летия города. Основные требования к дизайнерам – использование слоганов «Чебоксары – сердце Волги», «Счастье на Волге», «Чебоксары – центр речного туризма» и символов города. Нарспи, Чапаев, памятник матери-покровительницы, чебурашка. Концепции должны отражать культуру города, его архитектурную и историческую уникальность, направление оздоровительного туризма. На выбор горожан 10 вариантов символики. На сайте открытого города идет голосование за лучшую концепцию. Оно продлится до 14 августа. 10 тысяч километров на велосипеде. После годового путешествия по России и странам Юго-Восточной Азии, чебоксарец Роман Андреев вернулся домой. В грандиозный велопробег чувашский путешественник отправился в конце сентября прошлого года из города Чебоксары через Поволжье, Кавказ, Казахстан, Турцию. Сегодня его встречали родные, друзья и журналисты. Студент медицинского факультета вместо очередной сессии отправился смотреть мир. Роман Андреев последние 12 месяцев то и дело менял пейзажи. Лишних вещей путешественник в дорогу не берет, только самое необходимое. Одежда, теплые вещи, палатка, ноутбук, зарядное устройство, предметы личной гигиены. Каждый день путешественник проезжал от 80 до 120 километров. И не боится, самый страшный зверь в пути, шутит велосипедист, это он сам. У меня парус у папы, большой любитель тоже путешествовать. Вот он всю республику Мариэл, можно сказать, облазил, обходил, обошел, объездил там. И у меня всегда было такое желание уехать в Мариэл. Ну почему-то мы просто все детство тоже ездили с отцом по озерам Мариэл. Вот это осталось, видимо. Вот. И всегда было желание, когда уже повзрослел, тоже уехать куда-то или уйти. Я не знал, я знал, что надо с собой гречку, консервы взять, что-то такое взять и просто уйти с палаткой. Вот. На три-четыре дня вот была такая мысль. Но я не знал, что можно на велосипеде до встречи с Никитой Тиндже. По пути он останавливался в крупных городах, знакомиться с интересными людьми. Общий язык с местными находил просто. Роман немного знает турецкий. Говорит некоторые слова, похожие на родной язык. Экстремал признается, самая главная – это возможность увидеть города и страны настоящими, без прикрас. Почувствовать себя в полной мере свободным. Больше всех за время его путешествия соскучилась мама. Я была очень рада встрече. Я ждала эту встречу. И ждала, что он меня еще больше возмужает. А я была готова. Почему? Потому что он все время хотел и говорил мне, что все, мам, мне уже твоя опека не нужна. Потому что я здесь в тепличных условиях живу с тобой. Мне не нужно, я все буду делать сам. Вот в таком духе. И я, конечно, к этому уже была готова. То есть он меня уже подготовил. Я, конечно, переживала, но я не ожидала, что так далеко он уедет. Он, потому что любит мне делать сюрпризы. Велосипедные путешествия – особый стиль жизни. Ситуации в дороге бывают разные. Находить выход из любого сложного положения помогает оптимизм. А поддерживать здоровье при любой погоде – постоянное движение. Главное, чтобы железный конь не захромал. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. В Новочебоксарске стартовал финальный этап летней спартакиады молодежи. В его рамках разыгрывают медали тяжелоатлеты. В день открытия на помост вышли и чувашские спортсменки. Подробности в следующем материале. Такие хрупкие на вид, но им под силу поднять штангу больше своего же веса. Первыми в борьбу за титул чемпиона в спартакиады вступили девушки. Воспитанница школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова Яна Мохина оспаривала пьедестал уже в качестве мастера спорта страны международного класса. Удостоверение и нагрудный знак тяжелоатлетки вручил глава региона. Новоиспеченный мастер спорта надежды оправдала. Яна Мохина завоевала серебро. Выше работай, выше. Держать, 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 держать. Но фаворитом этого дня изначально называли хозяйку помоста Ирину Баймулкину. Подопечная Геннадия Иванова реализовала все три попытки, увеличивая вес штанги. За Ириной золотая медаль. Она набрала 74 килограмма в рывке и 94 в толчке. Это уже тренер решает там, видит, как я разминаюсь перед выходом на помост и уже смотрит по самочувствию, как поставить уже, заказывать вес. Побороться за пьедестал почета в Чувашию приехали порядка 200 тяжелоатлетов из 40 регионов страны. Тяжелая атлетика для Чувашской республики является тоже базовым видом спорта. Отдельно представляет сборную команды Российской Федерации. У нас всего 13 базовых видов спорта. И практически мы поэтапно, пошагово делаем все для того, чтобы с массового спорта выявлялись самые лучшие. Спартакиада молодежи также откроет новые имена. На кону спортсменов путевки в Польшу. Именно там пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Пусть у кого-то и класс спортсменов не так высок, как членов сборной команды страны, уже находящихся в составе по этому возрасту. Но мы открываем здесь эти перспективы старшими тренерами по этому возрасту для спортсменов, для их личных тренеров поставлены задачи проявить, показать свои наивысшие результаты. Летняя спартакиада продлится до конца недели. Среди тяжелоатлетов разыграют 16 комплектов наград. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Наша землячка, легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине. В квалификации прыгунью с шестом с первой попытки взяла высоту в 4 метра 50 сантиметров. Этот результат позволил ей сразу попасть в финальную часть соревнований. Другая российская спортсменка Ольга Мулина тоже вышла в финал с результатом 4 метра 45 сантиметров. Победители в прыжках в шестом определятся 9 августа. Наши спортсменки выступают под нейтральным флагом. Напомним, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Такой была эта среда глазами корреспондентов программ Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова